Дмитрий Новожилов демобилизовался 12 лет назад в звании старшего сержанта. Срочную службу до сих пор вспоминает с огромной радостью. А в День защитника Отечества, по сложившейся традиции, общается со служивцами через социальные сети. Больше никто бы не дождался с армией, кроме матери. Очень хотелось к маме. Никому больше. То есть, ну, там не нужен больше никто. Вот и все. То есть написала невеста, извини, я на это как бы не отреагировал. С улыбкой просто все. А у меня сестра и мама. То есть я очень хотел домой, очень. Все началось в 2001 году, когда Дмитрий был призван в армию. Служить юноша хотел всегда. Старший брат, на тот момент уже отслуживший на Байконуре, готовил Дмитрия к срочной службе. Сначала поступил я в военную часть, учебную, артиллерийский учебный полк. Это Нижегородская область, поселок Мулино. Сначала обучался миномету 82 миллиметра. Я командиром стал миномета, сдав экзамен там в учебке. Потом я сдал на 120 миллиметров миномет. И, то есть, отличные стрельбы из АК-47. То есть, ну, все, сдал на отличный экзамен, получил звание младшего сержанта. Потом приехали высшего звания полковники, майоры из других частей. И нас распределили по всем частям. Меня увезли в Оренбург, Тотской-4. Далеко. Там, в общем, когда мы зашли в этот полк, это 433-й полк имени Донского казачества. Это Приволжско-Уральский округ. Приехав в Оренбург, ребята были уверены, что делать нужно будет то, чему учили их в предыдущей части. Но большинство из них отправили в пехоту, а пятерых с хорошей характеристикой в артиллерийский дивизион. Мы столкнулись с гаубицей. Самоходная установка 152 миллиметра. Мне это очень понравилось. Это очень большая машина. Такая пушка. Стреляли из нее. Мы жили на улице, в палатках. Это были пылевые выходы. Когда мы жили в казарме, меня взяли в караульную службу. Из-за того, что я стреляю метко там и так. Дисциплинированный был. Сначала я был часовым. Потом через полгода где-то я стал разводящим. Потом через месяц я стал уже помощником начального караула. Уже конец службы, когда у меня был. Ну и все. Я набрал 100 отличных караулов. Удачных все у меня. Без происшествий было. И мне на месяц раньше домой опустили. По словам Дмитрия, за время службы он стал мужественнее, дисциплинированнее, аккуратнее. Что помогло ему в дальнейшей жизни. Сейчас герой этого сюжета, глава семьи, работает на заводе, а в свободное время диджеем на праздниках. Ну, армия мне помогла. Я скажу так, что я... Субтитры сделал DimaTorzok